День сельского хозяйства – это отличная возможность показать, что мы трудимся на перегонке с этой землей. А ведь и вправду, работа на земле – это и есть наше призвание. Во Дворце культуры прошел праздничный вечер, посвященный Дню сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В Угличском районе, помимо крупных организаций и производств, работают фермерские и личные подсобные хозяйства. В малом зале собрались те, для кого труд на земле стал смыслом жизни. А я хочу сказать, что на сегодняшний день на территории нашего Угличского муниципального района производится все. От молока, сыра, яйца, мяса, даже козье молоко. Вот это, наверное, самая главная стабильность. И, конечно, в этом самая главная заслуга – это вас, дружеников от земли. Наша задача – хоть немного облечь вас в труд. Во главе с нашим уважаемым губернатором Юмзе Танисский Поклон, правительством Ярославской области, министерством обгро-промышленного комплекса. Но, конечно, это в первую очередь в дороге. Я думаю, что мы, наверное, с вами все заметили, какое изменение происходит в селе. И не только в селе. Сегодня очень отрадно, что у нас на селе остается молодежь, что ей интересно, что она получает достойную зарабую комплату. А наша задача, как власть, чтобы этой молодежи было куда сходить, чтобы сегодня село у нас с вами все-таки жило, как в те старые советские времена. Я вам низко кланяюсь за все то, что вы делаете на территории нашего района во благо не только района, не только Ярославской области, а всей России. Здоровья, счастья, любви, благополучия – вы самые лучшие. Спасибо за труд и что у нас есть. С праздником! Всем работникам полей, тем, кто скот разводит, сборщикам, всем овощей, спасибо за работу! В Углическом районе-то на самом деле видно, что люди любят, а точнее умеют, а главное, любят работать. И всеми любимая статистика об этом говорит. Сейчас в районе 9, порядка 9 сельскохозяйственных предприятий осуществляют деятельность, 7 крестьянско-фермерских хозяйств. Птицы фабрика огромные, великолепные. Только молока собрано в 2023 году почти 8 тысяч тонн. 172 миллиона перепелиных яиц собрано. И это лишь часть тех результатов, которые достигаются в районе. Есть еще и, как было отмечено, и зерно, и крупный рогатый скот. И скот чуть-чуть помельче, да, которого тоже очень много его необходимо содержать. И в этих непростых действительно сегодня условиях эти показатели достигаются. И ничего сломить, я бы надеюсь, вас не сможет. Поэтому еще раз поздравляю вас. Социального благополучия вам и вашим семьям. Всех благ, здоровья и мирного неба над головой. За долголетний добросовестный труд почетными грамотами Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области награждены специалисты разных профессий. Награждается Шамканов Владимир Макарович, председатель колхоза ИСКРА. Владимир Макарович действительно один из самых у нас таких руководителей сильных. Когда приезжаем к нему на территорию, вокруг себя он сплотил у нас большое количество единомышленников, которые пытаются данную территорию благоустроить. Когда туда приезжаешь, хочется действительно там все сделать. И тротуар, и спортивную площадку, и детскую площадку, и школе помочь. И самое главное, конечно, чтобы у нас с вами на сельском хозяйстве и на территории сельских поселений там молодежь, которая рождается, оставалась. Что сказать после Анатолия Кенневича, он тут все озвучил, и дороги, и ФАПы, то, что у нас сделаются, и клубы, которые сейчас строятся. И это именно для жителей, которые живут у нас на сельских территориях. Но помимо этого мы делаем спортивные площадки, мы делаем детские площадки. Мы вкладываем большие усилия в развитие культуры на селе, образовательных учреждений, школьные автобусы. То есть таких вот направлений очень много. И когда мы проговариваем, мы понимаем, что надо решать вопрос сельского хозяйства и развития сельского хозяйства именно комплексно. Когда вот человек, который проживает на данной территории, будет понимать, что здесь не то, что как-то хуже, а где-то даже еще и лучше, чем в городе. Мне всем вам хочется пожелать хорошего урожая, качественного производства и, конечно, счастья, любви, здоровья и мирного неба над головой. С праздником, дорогие друзья! В связи с профессиональным праздником почетные грамоты главы Угличского муниципального района получили не только руководители разного уровня, но и механизаторы, животноводы, бухгалтер, зоотехник, бригадир, оператор машинного доения, специалист по переработке молока, овцевод и другие. Несколько человек отмечены благодарственными письмами главы района. Я хочу сказать, что тем, кто пашет землю дружно, кормит птицу, скот, тех сегодня беречь нужно. Это золотой народ. И действительно, это я могу сказать с полной уверенностью, благодаря своему сельскому трудовому стажу в полувековом. Да, Тоня, только они знают, какие трудности встречаются в сельском хозяйстве. Но несмотря ни на что, они не оставили свои земли и продолжают глядиться на благо родных мест. От людей на деревне не спрячешься, нет секретов в деревне у нас. Не сойтись, разойтись, не сосвататься, В стороне от придирчивых глаз. Не сойтись, разойтись, не сосвататься, В стороне от придирчивых глаз. Субтитры создавал DimaTorzok